МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Управ дом. Трудности осилим сами». Сегодня мы приехали на улицу Гайдара, дом 13, дробь 2. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Вот прожила в этом доме 17 лет и не могу до сих пор понять. Моя шестая квартира, а через подъезд еще шестая квартира. То есть в этом доме двойные квартиры. У нас получается первые... Вот три здания, дом строения из трех зданий состоит. Первая половинка идет, как бы первый подъезд. Это 600 квадратных метров. Там расположены юридические помещения. Следующих два, второй и третий подъезд. Это жилой дом. И третья часть – это общежитие. Адрес один? Адрес один, юридический адрес 1. Гайдара 13, корпус 2. Мы обращались в комитет имущества, чтобы понять, кому принадлежит все-таки это общежитие. У нас, например, у меня квартира. У меня полностью берут общая площадь и отопление. ОДН, имущество общее, которое приписывается. Там же люди проживают. У них только комнаты. Вот, допустим, он проживает 15 квадратных метров, а остальные еще 35 квадратных метров. Она не распределена, эта площадь, она в воздухе. То есть она падает на всех жильцов. Если нас приписывали… То есть вы еще платите за тот подъезд? Да, за тот подъезд полностью. В результате, получается, квартира у нас нагорает. Вот у меня 70-80 киловатт, я проживаю одна. И приписывают 66 киловатт еще ИО, общего пользования. Вы не пытались разделить лицевые счета отдельно? Пытались. Мы пытались обратиться в комитет имущества. Нам дали разъяснение по квартирам, что только 144 из 300 квадратных метров общежития относятся к муниципалам. Остальные квартиры у нас непонятно. И отказываются они расписать эту общую площадь между коммунальными квартирами. У нас в каждом подъезде есть приборы учета. Так, чтобы нам было известно, сколько у нас на общее имущество уходит. То есть на освещение лестничной площадки. Вы официально ввели в эксплуатацию? Пытались ввести его специально, получить документы. Нас, Атомэнерго, сказали, не имеете права, снимите, дайте проекты. И этот прибор учета у вас считается недействительным. В этом месяце у меня пришло 66 киловатт. Это общедомовое? Общедомовое. Помимо того, еще прислала управляющая компания 600 рублей. Общедомовое, да. И у меня в этом месяце получается сумма около 900 рублей общедомового имущества. Я еще не выясняла, что это за сумма, но говорят, что это за чердак. У вас получается на крыше расположено оборудование без счетчиков. То есть это кто-то у вас ворует электроэнергию. Приглашаете электрика из управляющей компании, составляете акт, показываете ему. Видишь оборудование? Да. Лампочка горит. Работает? Работает. То есть оно потребляет нашу электроэнергию. Они у нас воруют. Отключаем и опечатываем это оборудование. Сразу хозяин найдется. Опять электрооборудование без каких-то счетчиков. Вот по этому жёлобу, вот по этому жёлобу, видите, он весь, в него вода, потом стала ко мне прямо в квартиру стекать. Вот там у меня стоит, да, да, вон у меня тазы там стоят, пеной заделывала, потом листы металлические ставляла. Ну, как-то это не дает особого эффекта. Там еще на 13-й еще квартиры. Как гома? Ну, у нее, наверное, не по жёлобу течет. А нет, это жёлоб тоже. Расскажите, это что? Это теплопункт, который обслуживает, вот, Гайдара 13-2, пятиэтажку и вот эти вот обслуживающие, это самое, двухэтажные дома. Теплопункт находится в ведении двух, наверное, этих компаний, управляющих. Вот ту стену добились, её отремонтировали более-менее, заложили кирпичом. Наша стена, вот пойдут дожди, это благо, что в этом году нет снега и нет вот такого потопа на неё, иначе она бы уже лежала. Поэтому никаких сдвигов нет, ничего не делается. Если всё это рухнет, мы останемся просто без воды, без тепла. Ну что, давайте ввестим управляющую компанию и узнаем, какие вопросы мы здесь можем решить. Николай Степанович, к нам обратились жители дома 13-2 по улице Гайдара. Они не согласны с начислением за ОДН по электричеству. Можете как-то пояснить ситуацию? Учёт электроэнергии, к сожалению, ведётся, и ОДН производится начисление общедомовых нужд полностью на дом. Пока проводились неоднократно совещания, встречи и с собственниками, и с администрацией, пока достигнуть разделения, значит, этих четырёх подъездов не предоставляется возможность, ввиду того, что как бы по кадастровым номерам он значится один. Гайдара 13-2. И в силу вступает в восстановление 354-е, на что и ссылаются, в том числе, курс Катомэнергосбит. На крыше есть какие-то потребители. Жители боятся, что, может быть, на них уходит какое-то электричество, за которое они платят. Это оборудование провайдеров. Как во всяком случае у нас заключены договора, потребление с этого оборудования идёт минимальное. А договора с этими провайдерами заключены? Они на каком основании вообще пользуются крышей? Люди говорят, что мы их на чердак не пускали. Почему они там вообще расположены? Я сейчас, навскидку, не могу назвать закон, предписывающий не чинить препятствия провайдеров в свете последних решений. Согласия собственников индивидуально каждого не требуется. Ну, по всей вероятности, у нас есть, наверное, протокол общего собрания. Кстати, про протоколы. Атомэнергосбит ссылается тоже на протокол, что жители на собрании в своём сентябре месяце приняли решение о большом начислении за общедумовые нужды по электричеству. А жители говорят, что такого протокола не составляют. У вас в компании есть этот протокол? Я сейчас не могу вам сказать, что есть он или нет, но мне его как бы на совещании показывали, и там стоит наш угловой штампик, входящий номер, конкретно знать, что он имеется. Жильцы говорят, что они его не составляли. Соответственно, нам необходимо поднять этот протокол и жителям показать. Может быть, жители просто не знают, может, они забыли об этом. Безусловно, поднимем и покажем, и расскажем. Значит, регистрация есть, никто тут как бы не уходит от ответственности. У жителей было ещё два вопроса по крыше, по ремонту. В рамках ремонта и содержания мы производили ремонтные работы. В зимний период мы на перекрытиях для подстраховки после ремонта, и бывает, что применяем полиэтиленовое покрытие. Но это всё равно временная мера, я так понимаю. Временная, в том числе и кровля, требует значительных, ну, капитальных даже, вложений. Николай Иванович, а вот во дворе у них находится теплоузел. Такое очень интересное строение, которое, я так понимаю, что несколько потребителей, несколько управляющих компаний пользуются им, но при этом его состояние, ну, мягко сказать, такое плачевное. К сожалению, это здание муниципальное. Нам и неоднократно до сегодняшнего момента, хотя обещали ремонтные работы провести в лице комитета ЖКХ города Курска, но, к сожалению, финансирования, как всегда, наверное, не хватило. Ситуация, которая сложилась с этим домом, стала причиной выезда комиссии комитета ЖКХ города Курска. Электрик! Электрик! Посмотрите показания! Это общежитие. Они пользуются местами общего пользы. За вот это вот кто должен платить? Поэтому и вопрос такой возник отдельно, считать общежитие. Никто не идет на это. Вот мы с вами же прошли, и мы с вами все выявили. Правильно? Да. Где что? Вопрос у меня тоже к адаминерго задает. При этом стоит и старый, и новый щелчек. Новый не вводят. Не вводят, а берут. А по старому, вы знаете, у меня тоже это вопрос. Жильцы провели собрание и изъявили платить ОДН сверх нормы, чтобы распределялось согласно квадратным метрам в жилой площади. Такого не было. Это ложный протокол. Мы не согласны с этим. Сейчас по данному факту проводится проверка. Кто направил протокол в атомоэнергосбыв? Я этого тоже не могу сказать, кто направил конкретно. Поэтому факт проводится. Проверка еще раз говорю. К сожалению, быстро решить проблемы данного дома не получается. По итогам работы комиссии и комитета ЖКХ города Курска будут сделаны определенные выводы, о которых мы расскажем в одной из наших следующих передач. Это была программа «Управдом». Трудности оселим сами. Звоните, пишите. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова